20 августа в администрации состоялось заседание районной антитеррористической комиссии под председательством главы района Заура Хамирзова. В режиме ВКС приняли участие заместители главы района, руководство МВД, центральные районные больницы, главы сельских поселений, директора школ и заведующие дошкольных образовательных учреждений. Центральной темой совещания стало обеспечение безопасности при проведении Дня знаний на территории района. Следует отметить, что День знаний в республике будет проводиться в очном формате. В торжественных линейках примут участие первоклассники, а также учащиеся 9-11 классов. По данному вопросу выступила заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. В целях создания безопасных условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях района немало делается в муниципальном образовании, в частности и по усилению мер антитеррористической безопасности. 17-17 августа этого года работала межведомственная комиссия в районе по приемке готовности образовательных учреждений к началу учебного года в соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования у 23 июня 2020 года номер 274. В состав комиссии входили разные ведомства, которыми должны были проверять каждую свою часть. В частности, при входе работы комиссии были проверены соблюдение пропускного режима, функциональность работы видеонаблюдения. В видеонаблюдении у нас оборудованы все образовательные учреждения 100%. Этим занимались представители МВД, Миритукова была Росгвардии, был Аутлев. Проверялась система оповещения тревожные кнопки. Представителями пожарной части у нас Семенов был в составе комиссии. Проверял состояние автоматической пожарной сигнализации, систему пожарной безопасности с выходом на пульт центрального наблюдения пожарной охраны. Но в ходе работы комиссии особых замечаний к образовательным учреждениям не было. Те замечания, которые были сделаны, они были устранимы. В таких школах, как 3, 5, 8, 9, 11, шли работы по замене автоматизированной пожарной сигнализации. Все работы будут завершены. В основном там на 90% завершены работы, но к 1 сентября по 3 и по 11 школе все работы будут завершены. В преддверии нового учебного года по управлению образования издан приказ от 18 августа 2020 года номер 114 о подготовке образовательных учреждений к началу 2020 учебного года, 21 учебного года и обеспечении безопасности в период проведения праздника Дня Знаний. На основании нашего приказа во всех образовательных учреждениях изданы соответствующие приказы. В приказах оговариваются вопросы антитеррористической безопасности в период проведения праздника и в целом организации в дальнейшем учебного процесса. В этих целях управление образованием разослало письма в МВД, в пожарную часть, в отдел администрации ГОЧС, в нашу больницу, оповестив о том, что 1 сентября проводится праздник День Знаний, в начало и в каких местах организуются для того, чтобы организовать и безопасно провести данное мероприятие. О мерах по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования выступил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Жичемуков, который проинформировал присутствующих о том, что в период подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, составлен план организационных и практических мероприятий, утвержден расчет сил и средств, привлекаемых к охране общественного порядка. Во исполнении приказа МВД Преспублики Адгет 2008-2008-2020 года в МВД России Кашхабске проведена определенная работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности и при подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных День Знаний. Так, издан приказ об обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных День Знаний, на территории Кашхабовского и Шарлиновского района разработан план организационно-практических мероприятий. Проведены рабочие встречи с начальником управления образованием Кашхабовского и Шарлиновского района, на которых обсуждены вопросы взаимодействия по обеспечению общественного порядка в зданиях и на территориях образовательных учреждений. За каждым образовательным учреждением из числа руководства отдела закреплены ответственные, на которых возложены функции по обеспечению правопорядка и взаимодействию с представителями образовательных учреждений. В период 17-18 августа на территории района проведено комиссионное обследование в гости шести образовательных учреждений Кашхабского района. Предыдущий докладчик отразил недостатки, которые были выявлены, в том числе о том, что эти недостатки устранялись непосредственно во время проведения этих обследований. Проведены обследования уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений, по результатам которых выдано пять предписаний. По базе ФИС ГИБДД проверено 14 водителей школьных автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок учащихся. Недостатков не выявлено. Проверено 14 школьных автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок учащихся. Все имеют лицензии на осуществление деятельности перевозок пассажиров. Нарушений в данном направлении также не выявлено. С целью выявления лиц, вынашивающих намерения совершения террористических актов, тяжких, особо тяжких преступлений, ориентирован подсобный аппарат на сбор, упреждающий информации о антитеррористической направленности. С 2 августа проводится ежедневный мониторинг средств массовой информации сети интернет, а именно социальных сетей «Одноклассник», «ВКонтакте», «Телеграм» и «Инстаграм» с целью получения информации о возможных террористических и экстремистских проявлениях. По настоящее время таковых не выявлено. В случае возникновения ситуации, требующих оперативного вмешательства, организованы оперативно-поисковые группы для немедленного реагирования на изменения оперативной обстановки, а также оперативно-техническо-процессуального документирования возможных противоправных действий. Проверены 45 владельцев оружия, проживающих вблизи образовательных учреждений. Нарушений при проверке выявлено не было. В рамках исполнения указаний МВД по Республике Альгия, Министерства образования и науки Республики Альгия, в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности несовершеннолетних в период адаптации к началу учебного года, в период с 28 августа по 6 сентября текущего года на территории Республики будут проводиться профилактические мероприятия «Внимание детей». В целях обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, формирования водителей и пешеходов устойчивых навыков дисциплинированного поведения, целенаправленной профилактической отработки, по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения при проезде пешеходных переходов, в период с 19 по 25 августа текущего года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». 19 августа текущего года проведена практическая тренировка совместно с представителями Росгвардии на базе средней школы номер 1 Аллока-Шахабль. В период с 31 августа будет произведена корректировка плана использования сил и средств полиции в системе единой дислокации, предусмотрено усиление нарядов к местам расположения учебных заведений и мест перебывания учащихся. 31 августа с 18 часов совместно с сотрудниками ЦКС и МВД по республике Аггейс со служебными собаками на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств будут осуществлены обследования образовательных учреждений с составлением актов проверки и последующим взятием под охрану сотрудников МВД Росико-Шахабльский. На обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий посвященных началу учебного года задействовано будет около 30 сотрудников ОВД, в том числе и с привлечением членов добровольных дружин и представителей казачества. Муниципальный отдел МВД Росико-Шахабльский к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний, готов. Подводя итоги заседания, Заур Хамезов призвал всех ответственных лиц серьезно отнестись к поставленным задачам. Безопасность детей, как антитеррористическая, так и санитарно-эпидемиологическая – это главная задача в подготовке мероприятий Дня знаний и в процессе всего учебного года. С учетом сложившейся обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией, необходимо соблюсти все требования Роспотребнадзора, отметил глава района.